Вот и наступили летние каникулы. Учебники, портфели и школьная форма спрятаны до сентября. Впереди целых три месяца отдыха. Кто-то уезжает на море, кто-то покоряет горные вершины, кто-то путешествует по городам нашей прекрасной страны. А есть и такие ребята, которые на всё лето уезжают в деревню к бабушке и дедушке. А там их ждут увлекательные приключения. Библиотека номер 18 Северного округа предлагает послушать рассказ Николая Носова «Шурик у дедушки». Летом мы с Шуриком жили у дедушки. Шурик – это мой младший брат. Он ещё в школе не учится, а я уже в первый класс поступил. Только он всё равно меня не слушается. Ну и не надо. Когда мы приехали, так сейчас же обыскали весь двор, облазили все сараи и чердаки. Я нашёл стеклянную банку из-под варенья и круглую железную коробочку от гуталина. А Шурик нашёл старую дверную ручку и большую калошу на правую ногу. Потом мы чуть не подрались с ним на чердаке из-за удочки. Я первый увидел удочку и сказал «Чур моя!». Шурик тоже увидел и давай кричать «Чур моя!». Я схватил удочку, а он тоже вцепился в неё и давай отнимать. Я рассердился, как дёрну. Он отлетел в сторону и чуть не упал. Потом говорит «Подумаешь?» «Очень нужна мне твоя удочка. У меня есть калоша». «Вот и целуйся со своей калошей», — говорю я. «А удочку нечего рвать из рук». Я отыскал в сарае лопату и пошёл копать червей, чтобы ловить рыбу. Тогда Шурик взял дверную ручку, которую нашёл в сарае, привязал к ней верёвку, а к другому концу верёвки привязал калошу. Ходит по двору, верёвку за ручку держит, а калоша за ним по земле ездит. Куда он, туда и она. Подошёл ко мне, увидел, что я червей копаю и говорит «Можешь не стараться, всё равно ничего не поймаешь». «Это почему?» — спрашиваю. «Я заколдую рыбу». «Пожалуйста», — говорю, «колдуй на здоровье». Я накопал червей, сложил их в коробочку и пошёл к пруду. Прод был позади двора, там, где колхозный огород начинается. Насадил я на крючок червяка, уселся на берегу и забросил лодочку. Сижу и за поплавком слежу. А Шурик подкрался сзади и давай кричать во всё горло. «Колдуй, баба! Колдуй, дед! Колдуй, серенький медведь!» Я решил молчать и ничего не говорить, потому что с ним всегда так. Если скажешь что-нибудь, ещё хуже будет. Наконец он наколдовался, бросил в пруд калошу и стал её по воде на верёвке таскать. Потом придумал такую вещь — бросит калошу на середину пруда и давай её камнями швырять, пока не утопит. А потом начинает её со дна на верёвке вытаскивать. Я сначала молча терпел, а потом, как не вытерплю, пошёл вон отсюда, кричу, ты распугал мне всю рыбу. А он говорит, всё равно ничего не поймаешь, заколдована рыба. И опять плюх калошу на середину пруда. Я вскочил, схватил палку и к нему. Он давай удирать, а калоша за ним на верёвке так и скачет, так и скачет. Еле убежал от меня. Вернулся я к пруду и стал снова рыбу ловить. Ловил, ловил, уже солнышко высоко поднялось, а я всё сижу да на поплавок гляжу. Не клюёт рыба, хоть тресни. Вот захотелось мне есть. Пошёл я домой. Вдруг слышу, кто-то в ворота колотит. Бум-бум, бах-бах. Подхожу к воротам, смотрю. А это Шурик. Достал где-то молоток, гвозди и прибивает к калитке дверную ручку. Это ты для чего прибиваешь, спрашиваю. Он увидел меня, обрадовался. Рыболов пришёл. Где же твоя рыба? Я говорю, ты зачем прибиваешь ручку? Здесь же есть одна ручка. Ничего, говорит, пусть две будут. Вдруг одна оторвётся. Прибил ручку, и ещё у него один гвоздь остался. Он долго думал, что с этим гвоздём делать. Хотел его просто в калитку загнать. Потом придумал. Приложил калошу подошвой к калитке и стал её гвоздём приколачивать. А этот для чего? Спрашиваю. Так просто. Просто глупо, говорю я. Вдруг смотрим, дедушка с работы идёт. Шурик испугался. Давай отрывать калошу. А она не отрывается. Тогда он встал, загородил калошу спиной и стоит. Дедушка подошёл и говорит. Вот молодцы ребятки. Только приехали и за работу сразу. Кто это придумал калитке вторую ручку прибить? Это, говорю, Шурик. Дедушка только крекнул. Ну что ж, говорит, теперь у нас две ручки будет. Одна сверху, другая снизу. Вдруг какой-нибудь коротенький человечек придёт. До верхней ручки ему не дотянуться, так он до нижней достанет. Тут дедушка заметил калошу. А это ещё что? Я так и фыркнул. Ну, думаю, сейчас Шурику от дедушки будет. Шурик покраснел. Сам не знает, что отвечать. А дедушка говорит. Это что же? Это, наверное, всё равно, что ящик для писем. Придёт почтальон, увидит, что дома никого нет, сунет письмо в калошу и пойдёт дальше. Очень остроумно. Это я сам придумал, похвастался Шурик. Да неужто, честное слово? Ну, молодец, развёл руками дедушка. За обедом дедушка всё разводил руками и рассказывал бабушке про эту калошу. Понимаешь, какой остроумный ребёнок? Да чего же сам додумался, ты не поверишь даже. Понимаешь, калошу к калитке, а? Я давно говорю, что надо ящик для писем прибить. А того и не сообразить мне, что проще калошу. Ладно уж, усмехнулась бабушка. Я куплю ящик. А пока пусть повисит калоша. После обеда Шурик побежал в сад. А дедушка говорит, ну, Шурик у нас уже отличился. А ты, Николка, тоже, небось, чего-нибудь наработал. Ты уж признавайся, порадуй меня. Я говорю, ловил рыбу? Да рыба не ловится. А ты где ловил? В пруду. Ээээ, протянул дедушка, какая же тут рыба. Этот пруд недавно вырыли. Тут даже лягушки ещё не развелись. А ты, голубчик, не поленись. Пойди на речку. Там у мостика течение быстрое. На этой быстринке и полови. Взял я коробку с червями, банку из-под варенья, чтоб было куда рыбу сажать, и пошёл. А Шурик сзади поплёлся. Пришли на речку. Я пристроился на берегу недалеко от моста, где течение побыстрее. Забросил удочку. А Шурик толчётся возле меня и всё бормочет. — Колдуй, баба, колдуй, дед, колдуй, баба, колдуй, дед. Помолчит чуточку. Помолчит, а потом снова. — Колдуй, баба, колдуй, дед, колдуй, серенький медведь. Вдруг рыба как клюнет, а я как дёрну удочку. Рыба сверхнула в воздухе, сорвалась с крючка, упала на берег и ну плясать возле самой воды. Шурик как крикнет. — Держи её! Бросился к рыбе и давай ловить. Рыба по берегу скачет, а он прямо животом на неё бросается. Никак поймать не может. Чуть она не удрала обратно в речку. Наконец он её схватил. Я набрал в банку воды. Шурик пустил в неё рыбу и стал разглядывать. — Это окунь. Честное слово, окунь. Видишь, какие у него полоски. — Чур мой будет. — Ладно, пусть будет твой. Мы ещё много наловим. В этот день мы много ловили. И долго. Поймали шесть икуньков, четырёх пескарей и даже ёршика одного выудили. На обратном пути Шурик внёс банку с рыбой и даже подержать не давал мне. Он был очень рад и совсем не обиделся, когда увидел, что его калоша исчезла, а вместо неё на калитке висит новенький голубой ящик для писем. — Ну и пусть, — сказал он. — По-моему, ящик ещё даже лучше калоши. Он махнул рукой и поскорее побежал показывать рыбу бабушке. Бабушка похвалила нас, а потом я ему сказал. — Вот видишь, а ты колдовал. Ничего твоё колдовство не значит. Я в колдовство не верю. — О, — сказал Шурик, — а я, думаешь, верю? Это одни только дикари верят, да старенькие старушки. Этим он очень насмешил бабушку, потому что бабушка хоть и была старенькая, но тоже не верила в колдовство. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова